Здравствуйте дорогие друзья! Вы на канале Домашние Настойки. И в этом видео я буду производить дробную перегонку на аппарате Wayne Reform Plus, но в этот раз я буду использовать узел отбора по жидкости. В прошлом своем видео я делал дробную перегонку, используя дефлегматор. В этот же раз я решил использовать встроенный узел отбора по жидкости и сравнить два этих метода. Для этого я взял ровно такое же количество спирта сырца, а именно 8,5 литров и такой же спиртуозности. Я хочу сравнить между собой два этих способа отбора на колонне Wayne Reform Plus. А именно, какой продукт у нас получится на выходе, количественно, ну естественно по времени. Поэтому сейчас я залью спирт сырец в колонну, разбавлю его, подожжу газ и запущу дробную перегонку. Я разбавил спирт сырец до крепости 25 градусов. Итого у нас получилось 16 литров спирта сырца. Газ у нас включен и я делаю пометку о времени, когда у нас началась дробная перегонка. Вам я также советую делать записи, чтобы было проще разобраться в тонкостях дробной перегонки. Перегонному кубу нужно дать время для того, чтобы он разогрелся. После того, как перегонный куб у нас разогреется, начнут испаряться пары и начнет прогреваться царга. Но пока у нас есть время, пока перегонный куб разогревается, я хотел бы заострить внимание на том, из чего состоит наша колонна. То есть, каким образом я ее собрал и как это все работает. Начнем с перегонного куба. Ну, перегонный куб стандартный, 37 литров, с этим все понятно. Дальше у нас идет царга. Царга 50 см, набита она насадкой Панченкова. Как набивать насадку Панченкова, я показывал в прошлом видео. Если кто не знает, переходите, ссылочка на видео здесь и смотрите. После царги в 50 см у нас идет переход 90 градусов. Вот он. В этот переход встроен узел отбора по жидкости. Вот смотрите. Здесь у нас идет такой выход, такая вот, грубо говоря, металлическая трубочка, в которой мы присоединили игольчатый кран. И через игольчатый кран дальше у нас идет доохладитель. Вот таким вот образом выглядит доохладитель. После перехода в 90 градусов у нас стоит второй переход 90 градусов. И дальше у нас идет холодильник. И несколько слов хотел бы сказать про водоподведение. Водоподведение более простое. Нет никаких соединений, тройников. Здесь все более-менее просто. Смотрите. Вода подводится у нас вниз до охладителя. После того, как вода заполняет весь доохладитель, она по пластиковому шлангу переходит вниз холодильника. Заполняет весь холодильник. И уже сверху холодильника через шланчик. Вот он идет шланчик. Идет, идет. И мы шланчик просто выводим в раковину. Вот так вот у меня на скотче здесь выглядит. И с доохладителя, обратите внимание, идет силиконовый шланг, который я уже опущу в приемную емкость. Пару слов о том, как работает данный способ отбора самогона при дробной перегонке. Перегонный куб у нас нагревается. Самогон в виде спиртовых паров у нас испаряется и попадает в царгу. Царга у нас заполнена насадкой Панченкова. Здесь у нас стоит концентратор флегмы. Спиртовые пары, поднимаясь под царги, попадают в переход. Далее спиртовые пары попадают во второй переход и достигают холодильника. В холодильнике спиртовые пары конденсируются. И обратно, уже в качестве флегмы, попадают обратно в царгу. Благодаря тому, что установлен концентратор флегмы, вся флегма у нас попадает в центр насадки Панченкова, в центр царги. Далее флегма у нас в царге встречаются со спиртовыми парами, вновь испарившимися. Частично флегма заново испаряется, частично флегма у нас обратно попадает в перегонный куб. Самое волшебство у нас происходит в царге. Здесь идет постоянное переиспарение и распределение спиртовых паров. И благодаря такому перераспределению в царге у нас сверху окажутся более легкокипящие спирты, ну а внизу в царге будут более тяжелые спирты. Ну и отбирать самогон, ну это головы, тело и хвосты самогона, мы будем с помощью узла отбора по жидкости. Как же это работает? Когда спиртовые пары у нас конденсируются в холодильнике, они будут возвращаться в качестве флегмы через переходы обратно в царгу. И в данном переходе, который у нас 90 градусов, имеется небольшой штуцер, ну так сказать отверстие, который позволяет собирать у нас флегму. Далее флегма попадает через вот это вот отверстие в игольчатый кран. Игольчатым краном мы будем регулировать скорость отбора самогона. И уже у нас доохладитель, он у нас будет просто охлаждать самогон. Вообще, по моему мнению, в принципе можно обойтись без него. Просто самогон у вас будет на выходе теплый, а скорее всего горячий. И с помощью доохладителя, уже через выходное отверстие, через трубочку, я буду самогон собирать в приемную емкость. Итак, обратите внимание, дорогие друзья, что температура у нас в переходе начала очень сильно повышаться, уже 54 градуса и продолжает повышаться. Это означает то, что царга полностью прогрелась, и уже спиртовые пары, проходя переходы, у нас попадают в холодильник. То есть начался процесс работы колонны на себя. Возврат флегмы и переисправение спиртовых паров. На разогрев самогонного аппарата у нас ушло ориентировочно 50 минут. Сейчас еще дадим 20-30 минут колонне поработать на себя и начнем отбирать голого самогона. Итак, дорогие друзья, я внес небольшие конструктивные изменения. Смотрите, вместо игольчатого клапана я поставил зажим Гофмана. Дорогие друзья, обратите внимание, вот это вот у нас игольчатый кран. Вот это вот я скрутил одну бабушечку. И когда мы ее закрепляем, обратите внимание, что вот здесь у нас идут вот такие вот конусы. Эти конусы у нас при помощи грубой силы, они у нас обжимаются вокруг нашего штуцера, который выведен в переходе. И вот чтобы такого не случилось, чтобы намертво не сел у меня игольчатый кран, я его заменил на вот такой вот зажим Гофмана. Как вы можете видеть, через зажим Гофмана не поступает у нас флегма. Она вот здесь, видите, у нас встала и дальше ничего не проходит. Сейчас колонна у нас поработает на себя, и я слегка приоткрою зажим Гофмана и пущу через доохладитель первые капли голов. Пока колонна у нас работает на себя. Смотрите, по термометрам у нас в перегонном кубе 82,9, в переходе 74,9 градусов. И пару слов скажу о том, сколько нужно отбирать голов. Самогонщики придерживаются следующей формулы. Они берут 10% от находящегося чистого спирта в нашем спирте-сердце. Подытожим. У нас 16 литров спирта-сердца крепостью 25 градусов. Нам же нужно привести спирт-сердец к крепости 100 градусов. Ну, соответственно, в 4 раза слабже. То есть и чистого спирта будет в 4 раза меньше. У нас здесь 16 литров. Соответственно, чистого спирта у нас здесь будет 4 литра. А 4 литров мы берем 10% и получаем 400 миллилитров. Голов нам нужно будет отобрать. Прошло полчаса. Колонна поработала на себя. Я думаю, что в царге уже произошло перераспределение спиртовых паров. И сейчас можно снимать самые легкокипящие фракции. Начинать отбирать головы. Для этого мне нужно слегка приоткрыть зажим Гофмана. И настроить отбор таким образом, чтобы получалось капли падения буквально 1 капля в секунду. Чем я сейчас и займусь. Смотрите, какой капли падения я настроил. Буквально 1, ну, возможно, 2 капли в секунду, не более. С такой скоростью головы будут отбираться медленно. Но зато мы будем уверены, что ни одна капля голов не попадет в наше тело самогона. И самогон у нас будет очень чистый. Ну и, соответственно, беспохмельный. Происходит магия самогона варенья. Смотрите, у нас здесь в перегонном кубе 83,6. В переходе 75,1. Температура у нас в переходе стоит одна и та же. Колонна работает. Капли падения я отрегулировал. Больше его не надо настраивать. Все, аппарат работает сам. Вот чем приятен этот способ, один раз настраиваешь и больше ничего не меняешь. Остается только ждать времени, пока у нас наберется 400 мл голов. Прошел 1 час и 40 минут. И наши головы полностью отобрались. Смотрите, я их налил в бутылочку, ну, чтобы было вам виднее. Здесь ориентировочно 400 мл. Головы мы контролируем как по объему, да, налили в мерный стаканчик, померили, так и по запаху. Берем самогон, наливаем на ладошки и нюхаем. Если пахнет приятно, то есть нет ничего такого отталкивающего, значит можно менять баночки и начинать отбор самогона. Давайте я тоже так сделаю. Попробую на ладошки. Ой, сколько много налил. Прям чистейший. Нету никакой даже намека на примесь. То есть течет совсем чистый этиловый спирт. То есть течет наше тело самогона. Поэтому можно смело менять баночки и приступать к отбору тела. Давайте посмотрим, какая температура у нас в самогонном аппарате после того, как мы отобрали голову. Смотрите, в перегонном кубе у нас 83,9, 84, а в переходах 75,1. Она практически все время такая и стояла температура. И второе, что нам нужно сделать, это слегка приоткрыть зажим Гофмана и сделать побольше скорость отбора. Ну, в вашем случае, это игольчатый кран. Итак, прибавляем. Уважаемые зрители, давайте подведем промежуточные итоги. Давайте посмотрим на термометры. В кубе у нас 84,8 градуса. В переходе в узле отбора по жидкости у нас 75,1 градус. Причем эта температура у нас стабилизировалась и она практически не меняется. То есть, бывает, падает на 1,1 градус 75 и не выше 75,1. Вот именно на эту температуру я буду опираться. Когда эта температура у меня будет повышаться, значит, начнут подходить хвосты. Ну, а сейчас она у меня стабильна. Так, капли падения я отрегулировал вот на таком вот уровне. Ну, грубо говоря, покапельно, но капилки побыстрее. Для того, чтобы получить наиболее крепкое тело самогона. Набралось у меня ориентировочно. Ну, я смотрел где-то пол-литра, миллилитров, наверное, 600. В начале отбора тела крепость тела была 91%. Сейчас я заметил, что крепость тела растет уже ближе к 93 градусам. Обратите внимание. Вот хотелось бы рассказать свои личные ощущения от данного метода перегонки. Я по привычке пришел проконтролировать аппарат, и все. И тишина. Ничего не происходит. Такое ощущение, что ничего не происходит. Колонна работает бесшумно. Вода практически не слышна. Как будто ничего не происходит. Но все-таки происходит. Да, можно видеть, капли падения происходят. Самогон у нас отбирается. Колонна все делает сама за вас. Этот способ мне нравится намного больше, чем с дефлегматором. Возле дефлегматора приходилось постоянно прыгать, постоянно контролировать, подправлять, в общем, под напор воды, потому что температура скакала. Температура как зафиксировалась, 75, 75,1, и не меняется. Прошло целых три часа с того момента, как мы начали отбирать тело самогона. Давайте посмотрим, что сейчас происходит. Посмотрим вначале на термометры. То есть в кубе у нас 87,2 градуса. В переходе у нас, смотрите, 75,1. То есть температура не меняется, все стабильно. То есть вот такая у нас скорость отбора. И давайте посмотрим, сколько у нас самогона нагналось. Ну, как я могу судить, ориентировочно полбанки вместе вот с этими 100 миллилитрами, которые я взял на пробу. Посмотрим, спиртуозность какая у нашего самогона. Это вот 90, и тут где-то у нас ориентировочно будем считать, что 93. Прошло 5 часов 30 минут с того момента, как мы начали отбирать тело самогона. Смотрите, что в итоге мы отобрали. Ну, здесь где-то 2,5 литра. Ну, да, плюс-минус. И давайте посмотрим на термометры. В кубе у нас 91,1. И уже температура у нас в переходе начала расти. Смотрите, здесь 75,4, только что была 75,5. Что это означает? Что хвостовые фракции у нас уже на подходе, так как температура кипения хвостовых фракций выше, нежели тело самогона. Поэтому стоит закончить отбор тела самогона, поменять баночки и дособрать хвосты самогона, кому это нужно. Сейчас у нас уже идут хвостовые фракции. Я думаю, стоит открыть зажим Гофмана и уже на полной мощности дособрать хвосты самогона. Итак, дорогие друзья, смотрите, зажим Гофмана я полностью открыл. Также вы можете полностью открыть свои игольчатые краны, если вы работаете с игольчатым краном. И уже всю флегму, которая возвращается у вас с холодильника, вы будете собирать, ну вот, буквально в доохладитель, и уже хвосты самогона. Ну, кто-то дособирает хвосты самогона, потом их добавляет в брагу, укрепляет брагу. Ну, чтобы не пропал спирт, да, хвосты самогона можно добирать. Обратите внимание, какая уверенная струйка у нас течет, и какая скорость отбора хвостов. Прошел еще 1 час и 10 минут, и смотрите, какое количество хвостов мы собрали. Что-то ориентировочно в районе 2 литров хвостов мы собрали. Обратите внимание, что хвосты у нас уже идут мутные. Причем мутные они идут у нас последние 10-15 минут. Я замерял, сейчас у нас струя ориентировочно 15 градусов, и крепость в струе постоянно понижается. Давайте посмотрим, что у нас на термометре. В кубе у нас 97,3 градуса, в патрубке 93,9, и я выключаю газ, завершаю дробную перегонку, и хочу озвучить некоторые свои выводы относительно данного способа дробной перегонки. Итак, дорогие друзья, вот и закончилась дробная перегонка на аппарате Вейн Реформ Плюс с узлом отбора по жидкости. Давайте вкратце подведем итоги, и я вам озвучу свои выводы. Итак, начнем, наверное, с продуктов, что получились у нас в результате дробной перегонки. Ну, во-первых, это 400 мл голов. Которые мы отсекаем, которые нужно утилизировать. Ну, я их использую в качестве розжига для мангала. Тело самогона. Это тот самогон, который мы будем использовать для приготовления наших настоек. Тут ориентировочно 2 литра 600 мл самогона крепостью 92,5 градуса. Ну, и впоследствии я дособрал хвосты, чтобы вам показать, как это возможно. И здесь получилось, ну, где-то 2 литра 300 мл. Я замерил их спиртуозность, и спиртуозность оказалась 37 градусов. Всего дробная перегонка длилась 9 часов 40 минут, из которых 50 минут разогревался перегонный куб. 30 минут колонна работала на себя. В течение 1 часа 40 минут мы отбирали голого самогона. 5 часов 30 минут мы отбирали наше тело самогона. И за 1 час 10 минут мы дособрали хвосты. И какие итоги я бы смог подвести? Начнем. Первое. Перегонку было осуществлять нетрудно. И на выходе я получил тело самогона 92,5 градуса. С учетом того, что данным методом я пользуюсь первый раз. Второе. Аппарат, ну не побоюсь этого слова, отработал идеально. Нигде ничего не травило, не подтекало. Колонна работала сама собой, можно сказать почти на полном автомате. В общем, мне очень понравилось. Третье. Контролировать отбор было очень просто. У меня установилась рабочая температура возле отбора. Она была 75,1 градус. И она держалась на протяжении всего отбора тела самогона. И как только температура стала меняться буквально на 2-3,1 градуса по Цельсию. Но это свидетельствовало о том, что подходят хвостовые фракции. Ну и нужно менять баночки и начать отбор хвостов. Ну и последнее, четвертое. Что я хотел бы добавить о данном способе перегонки. Я считаю, что этот способ более простой, более универсальный и менее временезатратный. Он не зависит от перепадов как теплоподачи, так и водоснабжения. Один раз выставляете скорость отбора, да, регулируете. И она держится на протяжении всего погона. Ну а по времени это заняло у меня на 2 часа меньше работы, чем в прошлый раз. Ну а на этом мое видео подходит к концу. Я очень надеюсь, что оно было полезным, ну и интересным для вас. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Увидимся в следующих моих роликах. Так, стоп-стоп-стоп. Чуть не забыл самое главное. Дорогие друзья, если вам нравится данная колонна, если вам нравится Вейн Реформ Плюс, если вам понравилось, как просто на ней перегонять самогон, и вы думаете ее приобрести, то переходите, ссылочка будет в описании. Цены от производителя плюс дополнительная скидка в 3% лично от меня. Покупайте, заказывайте и радуйтесь домашнему винокурению.